При рождении будущую звезду туинского танцевального искусства нарекли именем Ажикма, которая при паспортизации с вхождением в 1944 году ТНР в состав СССР стала ее фамилией. Сама же девушка выбрала себе звучное имя Наталья. Наталья Удайдаловна всю жизнь была целеустремленным и трудолюбивым человеком. Стоит упомянуть, что первой ее наградой была медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вместе со своими одноклассницами школьница Ажикма Шилой вязала для фронта варежки и носки, участвовала в сборе вещей, упаковывала посылки. В годы Великой Отечественной войны, когда только-только началась война, она рассказывала, что в основном они помогали взрослым при сборе подарков. И вот она говорила, что современный СССР тогда был перевалочным пунктом, и поэтому они помогали повару школьному при приготовлении еды и собирали там всевозможные подарки, которые вот собирали в то время раты. И, конечно же, помогали женщинам, которые вот щили там варежки, вязали эти носки. И в основном она говорила, что вот не было времени для учебы. Тогда же был призыв, все для фронта, все для победы. Поэтому вот и привлекали ее детей. Первое ее прикосновение к искусству произошло в 1942 году, когда она поступила в церковую группу Владимира Усколола. Но молодую девушку привлекал мир танца. В это же время при Музрамтеатре открылось театральное училище, в котором была ее желанная специальность – хореография. С 1943 года и ведет отсчет истории профессионального развития тувинского танца. В танцевальной группе Наталья Ажикна стала первой солисткой танца «Звенящая нежность» классики тувинского хореографического искусства. Осенью 1945 года в Тувинский областной Музрамтеатр прибыл из Москвы молодой театральный художник Николай Константинович Рушев. Своей простотой, общительностью и жизнерадостностью он покорил сердце балерины, и они поженились. Наталья Дойдалана, взяв фамилию мужа, оставила свою девичью и стала Ажикма Рушевой. 31 января 1952 года у молодой Читы на свет появилась первая и единственная дочь, покорившая в будущем весь мир своим художественным искусством Надежда Рушева. К сожалению, гениальная художник не дожила до своего совершеннолетия. Утром 6 марта 1969 года ее не стало. Большое влияние на дочь оказывал отец ее Николай Константинович, так как он был художником, он один из первых театральных художников Тулыда, профессиональных в свое время тоже успел поработать у нас. И вот он водил свою дочь по музеям, читал ей сказки, художественную литературу. Вот таким образом он как бы управлял ей незаметно и хотел, чтобы дочь достигла всего того, что он не достиг как художника. Смерть дочери для родителей стала тяжелейшим ударом. Николай Рушев не смирился со смертью дочери, пережил ее только на 6 лет. Это был второй тяжелый удар для Натальи Ажикмарушевой. И всю оставшуюся жизнь Наталья Дойдаловна посвятила просветительской деятельности. Погрузившись в заботу о рисунках дочери, чем раньше занимался муж, систематизация материалов, выставки, связи с музеями, разбор архивных материалов, передача работ дочери и мужа к музеям страны. Ею была пройдена огромная работа по популяризации и сохранению творчества наследия Натальи. Нам очень повезло, что именно она была матерью Натальи Ажикмарушевой. Благодаря ее полостальным усилиям полос сохранить и распространить слабо на нашей палатной художнице. Это удивительное значение для жизни и тесто сотрудничества с Национальным музеем Натальи Ажикмарушевой. Экспозиция и изучение творчества наследия Натальи Ажикмарушевой является всегда играл из для нашего музея важной составляющей жизни. Умерла Наталья Ажикмарушева 7 января 2015 года у себя дома в Москве в возрасте 88 лет. Трудовые и творческие заслуги Натальи Ажикмарушевой отмечены государственными наградами. Медалью за доблестный труд Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Четырьмя юбилейными медалями участника Трудового фронта, медалью ветеран труда, а также почетными знаками и медалями в честь 60-летия Монгольской Народной Республики, почетными грамотами Верховного Совета Туинской АССР, золотой грамотой Республики Тува.